В администрации района прошло ежегодное предуборочное совещание. В зале собрались руководители, агрономы, крупных и малых сельхозпредприятий, специалисты Управления сельского хозяйства, контрольно-надзорных органов. Совещание провел руководитель муниципалитета. Заур Хамирзов напомнил собравшимся, что наступила самая ответственная пора, в период которой все должны применить максимум усилий по уборке урожая. С основным докладом выступил начальник Управления сельского хозяйства Заур Самогов. Он доложил о текущей ситуации в отрасли растеневодства. В последние годы собрались в районе демонстрируют в целом динамичное поступление движения вперед, наращивая объемы производства растеневодческой продукции и в первую очередь производства зерна. Высокими уровнями аэротехники, системными научными подходами к возделам лично-хозяйственной культуры, начиная с подбора сортов, подготовки семян, определения оптимальных сроков и объемов применения минеральных и армуистских клублений, средств защиты растений и заканчивая расчетливой стратегией уборки. Отличаются многие наши хозяйства. Состояние дел в области лесеноса и готовность уборочной техники в Кашхадовском районе. Под урожайом в 2022 году посеяно 14 600 зимов ченицы, 1582 зимов чменя, 2100 гектаров зимов арабса. Оригинальными элитными семенами азимных зерновых посеяно 3500 гектаров, что составляет 22% от полщики азимных зерновых. Всего в районе азимной пшеницы высеяно более 20 сортов. Из них наибольший процент приходится на такие сорта, как Атель – 21%, Таня – 17%, Безостая – 115%, Тимирязев – 8,58%, Алексеевич – 7,6%. Азимные члены порядка 10 сортов, значит, такие сорта более преобладают. Иосиф – 59%, Базальти – 19%. Во время летней уборочной среды нами предстоит убрать 18 628 гектаров азимных культур, включая рапс, яровой члены и овес, что больше на 372 гектара посева прошлого года. Для получения полновесного урожая в 2020 году сельхозпроизводители района в основном выполнили необходимый объем агротехнических, агротехнических и защитных работ. Подконку проведена на всей посевной площади азимных двухкратных и оптимальных сроков. Санитарное состояние посева азимных удовлетворительно. Сельхозпроизводители были приняты все меры, чтобы получить достойный урожай, то есть были проведены весь комплекс необходимых мероприятий. Также в весенний период было посеяно яровых культур. Всего 16 772 гектаров. Из них 6 506 гектаров кукурузы на зерно, 8 782 гектаров подсолнечника, 436 гектаров сои, 209 гектаров овса и 136 гектаров яровых членов. Следует отметить, что 80% кукурузы на зерно посеяно отечественными сортами. Подсолнечные соотношения отечественных импортных семян 50 на 50. На сегодняшний день по данным культурам проведен весь комплекс необходимых мероприятий аэротехнические, аэротехнические и защитные. Состояние яровых культур можно оценить как сегодня как хорошее. Для проведения уборки в Кашкабльском районе имеется 94 единицы уборочной техники. Из них в рабочем состоянии на сегодня 80 единиц. В том числе, Жандир 6 единиц, Ловет 2 единицы, Класс номинатор 2 единицы, Донки еще 519 единиц, Акрос 19 единиц, РСМ 101 2 единицы, Дениссей 6 единиц, Полесье 2 единицы, Нива Эффект 4 единицы, Нива СК 5 25 единиц. Из них с измечительным 51 единица. Готовность комбайнов к уборке урожая зимых и новых на 25 число составляет 85%. Наличие автомобиля на вывоз зерна поле ТОК 142 единицы. При плане уборки 18 628 гектаров из зимы нагрузка на один комбайн составляет 233 гектара, что является средним показателем. Говоря о реализовании техники для уборки зимых и зимных районовых районов недостаточно. Необходимости привлечения дополнительной уборки уборочной техники нет. Каждый год идет обновление парка зимноуборочной и другой техники. Так, за период 2020-2022 год было приобретено венасовской производительности и уборочных комбайнов. Из них три за последние полугода. Начальник инспекции гостехнадзора по республике Адыгея Беслан Хагауджев попросил уделить самое пристальное внимание соблюдению техники безопасности во избежание несчастных случаев на уборке. Всем известно, что на территории республики Адыгея, в том числе в Кашкаврском районе, уборка зимноуборок культуры является самой массовой компанией сельскохозяйственного вода, для осуществления которого привлекаются различные уборочные техники сельхозпроизводителей нашего района. Так, в инспекции гостехнадзора по Кашкаврскому району зарегистрировано 94 зимноуборочных комбайна, из них высокопроизводительные комбайны импортного производства 9 единиц, высокопроизводительные комбайны отечественного производства типа Акрос, Полесье, Акрос 23 единицы, Полесье 4, Дон 1500, более старого образца 19 единиц. Также зарегистрированы комбайны ИСЕЙ 954 единицы, ССК 5, Нива 32 единицы, из них Нива эффект 4 единицы. Кроме зерноуборочной техники местных производителей для проведения уборки урожая привлекаются комбайны из других районов в республике Англии и регионов Юга России. В этот период невозможно избежать появления двухногабаритных машин на дорогах общего пользования. При этом используемые для перемещения комбайна участки автодорог уже работают в режиме высокой нагрузки. Это совпадает с летним сезоном, сезоном отпусков и увеличением количества автомобилей на дорогах. Данное обстоятельство приводит к образованию скопления автомобилей из-за невозможности облона колонн и габаритной техники провоцирует водителей осуществлять опасные маневры, создавая при этом предпосылки к совершению дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, происходит загрязнение и разрушение покрытий прорежей части обочин, деформируются и приходят в негодность отдельные элементы обстановки дорог, такие как дорожные знаки, ограждения, сигнальные столбики. Учитывая социальную и экономическую значимость проводимых сельхозработ главным государственным инженером-инспектором во взаимодействии с управлением сельского хозяйства муниципального образования Кашкабрский район проводится информирование руководителей сельхозпредприятий, христианско-фермерских хозяйств, других собственников зерноуборочной техники и населения о том, что перевозки и передвижение негабаритной сельскохозяйственной техники по дорогам общего пользования должна производиться в соответствии с правилами дорожного движения и требованиями к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства, утвержденных приказом Минтранса России номер 343 от 31 августа 2020 года. В соответствии с учеуказанными требованиями собственник транспортного средства обязан обеспечить соответствие технического состояния транспортного средства требования безопасности дорожного движения и не допускать к эксплуатации при наличии в него неисправности предусмотренных приложениям к основным положениям под обыску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям полноценных принципов обеспечения безопасности дорожного движения. За нарушение правилов передвижения негабаритной техники кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в суммах различных в зависимости от обстоятельств, причем суммы достаточно высокие, а также для водителей вплоть до лишения права управления транспортными средствами. Причем лишение права управления самоходными машинами влечет за собой автоматическое решение права управления и автомобилями, и другими транспортными средствами. Следующий немаловажный вопрос, который обсудили на совещании, это профилактика возгорания на полях хлебоуборки и местах заготовки кормов. Начало проведения хлебоуборочных работ на территории Кашхабрского района сотрудниками отдела надзорных деятельностей и профилактических работ по Геодинскому Кашхабрскому району будет проводиться сезонно-профилактическая операция урожая. Ее цель – повышение уровня противопожарной защиты объектов сельского хозяйства, минимизация материальных и социальных потерь от пожаров, усиление роли эффективности деятельности заинтересованных структурных подразделений по профилактике пожаров в этой сфере. В ходе проведения операции урожай будет организовано проведение мероприятий по надзору на объектах сельского хозяйства, хлебоприемных пунктов, зернотоков, деноскладов, мест заготовки и хранения грубых кормов, топлезаправочных пунктов, а также мест временного проживания, рекомендированных на период уборки специалистов и рабочих. Проверка хлебоуборочной техники, в частности, в части оборудования искорогасителями и средствами пожаротушения. Проверка полей, наличие опашки, обкосов, аншлагов. В период проведения проверок будет реализовываться в полном объеме комплекс профилактических мероприятий по обеспечению охраны урожая от пожаров. Хотелось бы напомнить частью первой статьи 20.4 КОАП влечет предупреждение на наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч, на лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица от 20 тысяч до 30 тысяч, на юрлица от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. И те же нарушения, за то, что запрещается в Российской Федерации, те же действия, совершенные в условиях уже по делу пожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 30, на лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без юрлица от 30 тысяч до 40. На юрлица от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. И хотелось бы напомнить пожары за уборку в аналогичный период прошлого года, 21 год возгорания комбайна и 4 случая по возгоранию судьбы. В завершении Заур Хамисов пожелал всем организованного проведения уборочных работ, хорошей погоды и богатых урожаев. Хорошей погоды во время уборочной остроты и удачи, она всем нам, я думаю, не помешает. Всем крепкого здоровья, берегите себя. Спасибо.